Придумано кем-то просто и мудро, при встрече здороваться, доброе утро, и каждый становится добрым, доверчивым, и доброе утро продлится до вечера. Доброе утро, дорогие четвероклассники! Сегодня у нас завершающий урок математики во второй четверти, и проведу его я, зовут меня Ирина Николаевна. Математику, друзья, не любить никак нельзя. Очень строгая наука, очень точная наука, интересная наука – это математика. Сегодня необычный урок, с нами будут работать на уроке Октан и Акылай – уже знакомые вам персонажи мультфильма «Керемет Коч». Они считают без труда, без калькуляторов и пальчиков. Приглашаю вас быстро посчитать, девочки и мальчики. Открываете тетрадь, запишите число, месяц, классная работа. Минутка чистописания. Пропишите число 221 220. Кто догадался, как можно расшифровать данное число? Правильно, 22 декабря 2020 год. А кто знает, что за день 22 декабря? 22 декабря – самый короткий день. В народе его называют днём зимнего солнцестояния. Начиная с июня долгота дня всё уменьшалась и уменьшалась. И сегодня продолжительность дня составляет 7 часов. В течение двух дней она останется такой. А с 24 декабря день начинает пребывать. Ребята, тема нашего урока – деление многозначных чисел на однозначное. Сегодня на уроке узнаем алгоритм деления многозначного числа на однозначное. Научимся в столбик делить многозначное число на однозначное. Сможем применить в жизни устные приёмы деления. Прежде чем приступить к работе, вспомним название компонентов деления. Делимое – делитель, частное. При делении с остатком, о чём мы не должны забывать, остаток должен быть меньше делителя. Сначала вспомним с вами письменный приём деления трёхзначного числа на однозначное число. Разделим 852 на 3 столбика. Начинаем деление с сотен. Это первое неполное делимое. В частном будет 3 цифры. Делим 8 на 3. В частном будет 2 сотни. Умножаем 2 на 3, чтобы узнать, сколько сотен разделили. Получается 6 сотен. Вычитаем 6 из 8, получаем 2. Столько сотен осталось. Сравниваем остаток. 2 с делителем. 2 меньше 3, значит, цифра в частном подобрана верно. Сносим 5 десятков. 2 сотни и 5 десятков – это 25 десятков. Делим десятки на 3. В частном пишем цифру 8. Умножаем 8 на 3, получаем 24. Столько десятков разделили. Вычитаем 24 из 25. Остаток 1. 1 меньше 3. Сносим единицы. 1 десяток и 2 единицы. Это 12 единиц. Делим на 3, берем по 4. 4 умножаем на 3, получаем 12. 12 вычитаем из 12, остаток 0. Деление завершили. Читаем результат. Здесь все наоборот. Здесь ведут серьезный счет. Пишут столбиком везде. На полу и на столе. А умные ребятки счет ведут в своей тетрадке. Ребята, деление в тетради выполнять будем по алгоритму. Алгоритм – это точное и понятное предписание выполнить конечную последовательность действий, направленную на решение поставленной задачи. Синонимы слова «алгоритм» – план, инструкция, рецепт, предписание. Алгоритм деления многозначных чисел на однозначное число не изменяется. Убедитесь в этом сами. Всегда надо помнить о том, что остаток должен быть меньше делителя. Теперь нам предстоит разделить восемь тысяч восемьсот семьдесят шесть на семь. Делю тысячи. Первое неполное делимое – восемь. Значит, в час нам будет четыре цифры. Восемь делю на семь. Получается один. Столько тысяч будет в частном. Умножаю один на семь. Получу семь тысяч. Вычту из восьми число семь. Получу остаток один. Он меньше делителя. Получилось второе неполное делимое – восемнадцать. Разделю восемнадцать на семь. Получу две сотни в частном. Умножу два на семь. Получу четырнадцать сотен. Вычту четырнадцать из восемнадцати. Получу остаток четыре. Сравню остаток с делителем. Четыре меньше семи. Образовалось третье неполное делимое – сорок семь. Разделю сорок семь на семь. Получу шесть десятков в частном. Умножу шесть на семь. Получу сорок два десятка. Вычту сорок два из сорока семи. Получу остаток пять. Он меньше делителя. Образовалось четвертое неполное делимое – пятьдесят шесть. Разделю его на семь. Получу восемь единиц в частном. Умножу восемь на семь. Получу пятьдесят шесть единиц. Вычту пятьдесят шесть из пятидесяти шести. Получу остаток ноль. Деление окончено. О чём всегда надо помнить, записывая цифру частного. Обязательно нужно знать – остаток должен быть меньше частного. А теперь немножко отдохнём. Мелкие шажки. Раз, два, три. Лёгкие прыжки. Раз, два, три. Вот и вся зарядка. Раз, два, три. Мягкая посадка. Раз, два, три. Отдохнули, а теперь самостоятельно выполните деление. Семьсот пятьдесят шесть тысяч разделить на пять. Проверьте себя. Музыка. 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 Итак, ребята, сделаем вывод. Применение алгоритма помогает успешно справиться с делением многозначного числа на однозначное. Нам нужно решить задачу. Твоя мама в школе формирует подарки к Новому году. Для подарков школа закупила 4 326 конфет «Красная шапочка». Помоги маме рассчитать, хватит ли конфет на всех детей, если в каждый подарок класть по три конфеты. Ребята, в школе 1440 детей. Мы с вами первым действием узнаем, сколько всего конфет нужно для всех подарков. Умножили. Получилось 4320 конфет. Нам нужно для всех подарков. Второе действие. Из общего числа конфет вычтем количество для подарков. И у нас останется 6 конфет. Ответ запишем. Хватит ли нам конфет? Да, ответ. Конфет хватит. Молодцы! Справились с задачей. Давайте подведем итог нашего урока. Сегодня на уроке узнали алгоритм деления многозначного числа на однозначное. Научились столбик делить многозначное число на однозначное. Можем применить в жизни устные приемы деления. На этом наш урок окончен. Октан и Акылай благодарят вас за работу на уроке. Вы молодцы! До свидания! До новых встреч! С наступающим новым 2021 годом! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok